Это радио Финам-ФМ, частота 99,6, программа «Искусство возможного» в студии Роман Бабаян. Добрый вечер. И сейчас о теме нашей программы, но вначале небольшое вступление, чтобы всем было понятно, о чем мы будем сегодня говорить. В Соединенных Штатах научно-исследовательский центр провел исследование, в ходе которого было опрошено 37 653 человека из 39 стран мира при помощи личных и телефонных интервью. В число участников исследования вошли страны большой восьмерки. Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Россия, Великобритания и Соединенные Штаты. Также страны БРИК, Бразилия, Россия, Индия и Китай, а также ряд других государств. В страны СНГ в опросе не участвовали. И вопрос, который задавали жителям всех этих государств, звучал очень просто. Как вы относитесь к России? В результате исследования выяснилось, что в период с 2007 по 2013 годы имидж России значительно ухудшился среди населения подавляющего большинства стран, охваченных исследованием. В настоящее время 39% опрошенных относятся к России негативно, 36% позитивно. Еще 19% затруднились с ответом. Теперь я быстренько сейчас по странам. Значит, в Соединенных Штатах мнения о России разделились. 43% опрошенных дали стране негативную оценку, 37% позитивную. В Канаде сторонников России чуть больше, чем противников. 42 против 39. Жители почти всех европейских государств оценивают Россию резко отрицательно. Удивительная история. Во Франции Россию не любят 64% населения. В Италии 56, в Польше 54, в Чехии 51% населения, в Испании 51% населения. В Германии, власти которой традиционно стараются поддерживать с Россией хорошие отношения, 60% жителей Германии также не любят Россию. Единственная европейская страна, где к России относятся более-менее неплохо и даже, можно сказать, положительно, это Греция. 63% населения Греции дают положительную оценку. В Великобритании Россию не любят 39 против 38. Азия, Япония, Филиппины Россию не любят. 64% в Японии, 52% населения на Филиппинах. В Китае позитивно относятся к России 49% населения, в Малайзии 47%, в Индонезии 43%. В регионе Ближнего Востока, казалось бы, тот регион, где у нас традиционно со всеми были всегда хорошие отношения. Но и тут, посмотрите, что происходит. В Израиле 77% населения нас не любят. Это при том, что 700 тысяч граждан Израиля, это вот, по крайней мере, звучат все время именно такие цифры, являются выходцами из бывшего Советского Союза, в том числе и из России. И Ордания, 70% населения не любят Россию. Турция, 66%, Египет, 64%. Палестина, которую мы всегда поддерживали, 57% нас не любят. В Ливане 53% относятся к России отрицательно. В странах Латинской Америки у России, за исключением, можно сказать, только одной единственной страны Бразилии, все остальные к нам относятся не очень хорошо, и у России не очень хорошие там позиции. И вот Африка, последний континент. В Африке результаты очень интересные. Жители африканского континента не определились с тем, как они относятся к России. И вот об этом мы и будем говорить сегодня подробно. Мы будем говорить об имидже России, мы постараемся выяснить, нужно ли нам что-то сделать для того, чтобы изменить этот имидж. И попробуем разобраться, от чего зависит имидж нашей страны. Разговаривать на эту тему, говорить, обсуждать мы будем с нашими гостями, которые находятся сейчас в нашей студии. Я их сразу представлю. Это Сергей Михеев, политолог, генеральный директор Центра политической конъюнктуры. Добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. И Сергей Станкевич, политолог. Сергей Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, начну, наверное, Сергей с вас. С Сергею Михееву я обращаюсь. Вот как вы думаете вообще, что это за результаты такие странные опросы, которые провели американские ученые? И как вы думаете, может быть, нас не любят только потому, что они нас боятся, а может быть, просто они не знают нас? Да, просто они злые люди, поэтому они нас не любят. А просто злые люди. Вот все так просто, да? Насколько им не помогают, они нас все не любят. Ну, если серьезно говорить об опросе, честно говоря, он мне не кажется удручающим. Ну вот. Серьезно. Но все не любят, Сергей. Все не любят. Если вы сами сказали, 37% не любят, а 34% вроде как нормально относятся. Ну, это смотря в каких странах. Даже результаты по Америке, честно говоря, меня удивили. Ожидали худшего. Я ожидал худшего, если честно, да, так сказать. Европа. Ну, там по каждой стране можно пройтись и дать достаточно понятное объяснение. Ну, то же самое касается Ближнего Востока, то же самое касается Японии. По каждой из этих стран есть объяснение. Чаще всего они все уходят корнями в глубокую, так сказать, историю. Так. Вот. И, в общем, они на самом деле все объяснимы. Мне не кажется, эти результаты какими-то удручающими разгромными. Ну, это первое, да. Второе. Ну, верифицируемость всех этих опросов. Ну, то есть, грубо говоря, достоверность этих опросов. Я понимаю. Я лично всегда, так сказать, ставлю под сомнение, в том числе потому, что сам этими опросами занимаюсь периодически. То есть, вы нас обманываете периодически? Да, периодически. И я тоже обманываю. Не, ну, подождите. Вот они говорят. Они там почти 40 тысяч. Покаяние политолога. Да, 40 тысяч человек они опросили, задали очень простой там вопрос. Как вы относитесь к России? Вот и все. Ну, 40 тысяч человек для всего мира выборка, на мой взгляд, недостаточно. Согласен. Здесь согласен. Вот идут выборы, да, так сказать, мы здесь в Москве берем трехтысячный опрос, так сказать, выборка, чтобы просто по Москве, так сказать, понять ситуацию. Они на весь мир взяли 40 тысяч и считают, что все нормально. Ну, это ладно, так сказать, пусть даже предположим, что данный опрос совершенно достоверный. И третье, что я хотел сказать. Я думаю, что здесь просто надо к этому взвешенно относиться. Да, конечно, как бы есть причины, по которым мы действительно заслуживаем некую нелюбовь. С другой стороны, сам по себе имидж не является самоцелью. Он не должен быть смыслом жизни, существования, как бы работы, тем более целого государства. Но имидж помогает, например, лично вам. Если мы берем конкретного человека. Имидж помогает, наверное, для того, чтобы более успешно работать, я не знаю, выстраивать какие-то отношения. Вот если вы перешли на личности, да, так сказать, в кавычках, да, я могу сказать совершенно четко, ну, как бы мы все взрослые люди, по жизни ты отлично знаешь, что ты не можешь пройти по жизни и всем понравится. Согласен. Это абсолютно невозможно. А если у тебя есть еще какие-то, так сказать, собственные принципы, там, или убеждения, или какие-то, даже пусть не убеждения, а собственные, так сказать, какие-то приоритеты. То, скорее всего, просто тебя не будут любить. Конечно, да. И причем все. Ну, все, я не скажу все, но ты обязательно наживешь себе не меньше 30, сколько там, 7% врагов. Да. И ты ничего с ними сделать не сможешь, потому что к одному ты перешел дорогу в этом месте, другой тебя не полюбил, потому что, так сказать, не так улыбаешься, у третьего, так сказать, не понравилось еще что-то, пятое, десятое, с четвертым была какая-то другая история. И они выходят, так сказать, на руках, научитесь ходить, и они все равно вас не полюбят. Вот. Хотя это все не значит, что над имиджем не надо работать, и что он ничего не значит. Хотя еще последнюю маленькую детальку. Все-таки, если мы говорим, вот чаще всего мы все сводим к инвестициям, к деньгам, мы можем... Есть же связь. Связь есть, но связь, несомненно, существует, и тем не менее, я могу сказать, что бизнес все-таки вкладывает туда, где он может заработать чаще всего, а не туда, где ему просто нравится. И очень много, есть масса примеров стран с достаточно сомнительным имиджем, куда, так сказать, деньги текут, да они текут и в Россию в том числе. Все понятно. Сергей Борисович, вот смотрите, очень многие эксперты, вот Сергей сейчас говорят о чем, и вот он только что сказал, говорят о том, что на самом деле все эти результаты, они легко предсказуемы. И я даже вот, когда готовился к программе, вычитал такое мнение, что, ну вот конкурс Евровидения, вот вроде бы конкурс там песни и так далее, и так далее, но всегда после каждого конкурса Евровидения говорили о том, что там ищите во всех этих результатах голосование политическую подоплеку. И в качестве примера, да, мы же все прекрасно понимаем, что если будет, допустим, выйдет на сцену, там, я не знаю, исполнительница из Греции или исполнитель певец, да, соответственно, киприоты обязательно дадут максимальную оценку. Если выходит там представитель какой-нибудь бывшей Югославской республики, там, серб или хорват, то, соответственно, все остальные Югославские республики, несмотря на то, что бывшие Югославские республики, несмотря на то, что у них там непростые отношения между собой, тем не менее дают подавляющее большинство баллов. То есть 12, там, по-моему, да, высшая оценка, то есть 12 баллов. Может быть, действительно здесь нужно искать какую-то политику в результатах вот этих? Вы знаете, я бы не сказал, что все предсказуемо. Вот есть приятные сюрпризы, например, меня удивил результат с Великобританией, я ожидал, что будет хуже, а там близко к балансу, близко к балансу, там 37-39. Да-да-да. Вот, это хорошо, несмотря на все мощное присутствие там далеко не лучших представителей. Российской нации в Лондоне. Все-таки, как бы, баланс еще сохраняется. А вот негативно удивил Израиль. Чего, собственно, поддерживаем всячески там... Ну, а Палестина, Сергей Борисович, ну уж Палестину-то поддерживаем, по-моему, даже серьезнее, чем Израиль. Нет, но было время, когда Израиль изобразался там неким исчадием ада на Близнем Востоке, там мы боролись с сионизмом, приравнивали его, бог знает к чему, и так далее. Но сейчас, как бы, ведется сбалансированная политика, контакты между первыми лицами, все чудесно. И вдруг 70%. Ну, что-то такое невероятное. Что-то неладно что-то в израильском государстве, надо срочно бы выяснить подробности. Или в институте, который проводил исследование, что-то неладное. Есть еще такая версия, Сергей. И отсюда прошло какое-то искажение. Но, тем не менее, я хочу сказать, что имидж все-таки важен с какой точки зрения. Для нас есть значимые регионы. Мы можем смириться с тем, что Африка не определилась по отношению к нам, любить или не любить. Жить или не жить, любить или не любить. Да, но вот что волнует, это страны-восьмерки, в которые Россия вот недавно председательствовала. И мы значительную ставку делаем в нашей международной политике, в нашем позиционировании глобальном на взаимодействии со странами-восьмерки. И нам важно, как мы там воспринимаемся. Конечно, согласен. Поскольку любой глава этих государств, наиболее развитых мировых и наиболее влиятельных мировых государств, вынужден строить свою политику с учетом общественного мнения. Если общественное мнение настроено к нам негативно, и лидеры будут в значительной степени строить свою политику так же. Нужно отслеживать, как мы воспринимаемся в значимых для нас группах стран. И нужно, видимо, этим целенаправленно заниматься. Я сомневаюсь, что кто-то этим специально и профессионально в нашем государстве озабочен. Сергей Борисович, вот вы говорите, вас удивили результаты по Израилю. А меня, знаете, удивили результаты по Франции. 64% населения Франции относится к России негативно. Это самый плохой для нас показатель в Европе. Я не могу понять. Если взять, допустим, за основу точку зрения Сергея Михеева, он говорит, что ищите там корни в истории. Ну, давайте попробуем поискать корни в истории, почему нас во Франции не любят. Наше дворянство было ориентировано на Францию. Мы знаем, что очень многие наши дворяне даже русского языка некоторые не знали, все говорили на французском. Мы традиционно очень, ну, я не знаю, увлекались и всегда, собственно, была востребована и французская культура, и живопись, ну, и так далее. А в итоге французы 64% нас не любят. Это за что? За войну 1812 года они нас не любят, если мы говорим про историю? Ну, в том числе, как это ни странно, так сказать, ведь вот мы говорим страны-восьмерки, страны-восьмерки. Посмотрите историю. Страны-восьмерки, ну, кроме США, это именно те, с кем мы несколько веков подряд воевали. Они с нами, мы с ними. Так, согласен. Поэтому ждать они как-то ныне живущие поколения. Ну, хорошо, Сергей, Сергей, но если мы говорим, допустим, про Германию, ладно, это было относительно недавно, но Франция. А насчет Франции, кстати, там очень стойкие, так сказать, неприязнь к России, она формировалась, насколько я понимаю, веками. Я не специалист по Франции, но это так, это, честно говоря, и вот я сам для себя это с удивлением обнаружил, когда туда впервые попал, там, ну, лет 10 тому назад, скажем, да, предположим. И я обнаружил, что они вообще очень, очень, мягко говоря, сдержанно относятся, да, так сказать, я бы сказал, холодно относятся к русским. И мне кажется, это действительно, это действительно в исторических корнях. Вот вы сказали про русское дворянство, оно разговаривало на французском и прочее, прочее. Вы знаете, это проблема русского дворянства. Французы об этом не знали, вообще их это не волновало, кто там разговаривал на французском. А, то есть они об этом не знали. Для них это не аргумент, абсолютно. Это у нас была вот эта вот, как, вот там, 19 век, 18 век, вот эта культура построенная вокруг. Франкофильство. Это у нас это было. Мы с вами читали, так сказать, «Войну и мир». Мы знаем о том, что они действительно много русского не знали. Сначала французский учили, потом русский. Мы знаем, что было почитание и французской культуры и перед войной. Дети воспитывались французскими гуверрантами. Слушайте, был же культ Наполеона перед войной. Совершенно верно. Но только французам это все до лампочки. Они об этом никогда не знали. Они в это никогда не вникали. Им это было абсолютно до лампочки. Наше почитание – это наша проблема. Кстати говоря, как это происходило и в более поздние времена. Вот наше почитание американцев. Был период, когда мы просто грезили американцами. А что, какое дело американцам до этого? Это наша проблема и не более того. Интересно. Сергей Борисович, а вот вы мне скажите, а может быть на самом деле за всеми этими результатами опросов стоит просто банальный пиар? Может быть просто, ну вы же понимаете, вот если пиарщики получают какое-то задание, правильные пиарщики, грамотные, определенное задание, если перед ними ставят там соответствующую задачу, они собственно и выполняют это задание. И вот получается вот такой пиар. Если да, то как вы думаете, кто мог поставить такое задание и какова цель? Я не думаю, что здесь есть какая-то конспирология, основания для какой-то конспирологии, какие-то заговоры. Скорее всего, все это слиплось в единый ком, вот в эти цифры. А на самом деле за этим стоят два явления. Есть некий просвещенный класс, который действительно имеет мнение, сформированное на какой-то информации. А есть люди, которые формируют не мнение, а настроение и впечатление, такой импрессионизм. Вот импрессионизм, он зависит от чего? Приезжают туристы из России и соответствующим образом часто негативно себя ведут. Это первый источник живой информации. Люди просто это видят, люди видят, а потом просто проецируют все это. И распространяют на все. У них рождается некий стереотип негативный. А второй источник информации это СМИ, это пресса. Причем пресса, как правило, не самая качественная тоже, которая дает какие-то обрывки. А для чего пресса формирует такой странный образ России, если мы говорим о прессе? Ну, во-первых, потому что журналисту всегда удобнее подать негативную информацию, она будет замечена. Позитивная информация, как правило, замечается гораздо меньше. А во-вторых, потому что очень многие круги, формирующие общественное мнение, в том числе и в странах восьмерки, они нас не понимают. Мы себя не объясняем. Мы не объясняем... Вот 20 лет существует сравнительно относительно новое государство. Мы не объясняем, кто мы, куда мы движемся, каких целей мы хотим достичь, какими методами мы будем их достигать. Ничего не объясняем. Мы говорим что-то загадочное про себя, что мы совершенно особенное, мы и не те, и не другие. И вот именно это всех и пугает. Наша непредсказуемость получается. Непредсказуемость. Нас рассматривают как источник сюрпризов, причем, как правило, неприятных сюрпризов. Я все понял. Мы сейчас прервемся, вернемся в эту студию через несколько минут. Сейчас уходим на рекламу. Еще раз добрый вечер. Это программа «Искусство возможного» в студии Роман Бабаян. И сегодня мы говорим об имидже России. Мы говорим на эту тему с нашими гостями. Я их еще раз представлю. Это Сергей Михеев, политолог, генеральный директор Центра политической конъюнктуры. И Сергей Станкевич, российский политолог. Мы пытаемся понять, почему так плохо относятся к нам в странах мира. И нужно ли что-то сделать для того, чтобы изменить это отношение. Сергей Борисович, ну вот смотрите. А может быть все-таки проблема в том, что мы возникли, скажем так, на развалинах Советского Союза. Все прекрасно знают, что такое Советский Союз. Советский Союз, в отличие от России, говорил, каковы его цели. Внятно и декорировал. Внятно, да. Совершенно верно. Многократно и даже слишком нас дойли. Вел себя достаточно предсказуемо. Да. И это очень многим на Западе не нравилось. И сейчас, так как мы, собственно, являемся... Предсказуемость нравилась. Предсказуемость нравилась. Цели не нравились. Цели не нравились. Да. А сейчас мы вот возникли, как говорится, на развалинах СССР. И, может быть, они таким образом просто нас воспринимают сквозь вот эту вот призму. Эффект ориола остается. Эффект раненого сознания, как я это называю, остается. Скажем, у бывших республик Советского Союза очень многих куча обид, которые транслируются на нынешнюю Россию. У наших соседей и бывших союзников по Арсадскому договору свое раненое сознание и свой набор претензий. Потому что грехи разных режимов, существовавших в Советском Союзе, я имею в виду разных персоналистских режимов, Сталинский, Брежневский, Хрущевский, вот их грехи, они транслируются в том числе на новую Россию. Хотя, казалось бы, прямой правопреемственности по этим грехам у нас нет. Но мы уже пытались извиняться перед многими странами. И пытаемся объяснять, я имею в виду именно Варшавский блок, пытаемся объяснять им, что, ребята, Советский Союз и Россия это разные государства, у нас разные цели. И поэтому не надо нас упрекать в том, что делал Советский Союз. Мы сейчас пытаемся вести совершенно другую политику и в корне изменили свое поведение. И все равно. Пытаемся, не сказал бы, что очень последовательно. И, может быть, здесь тоже не надо. Здесь есть некая грань, которую не стоит переходить в смысле какого-то самобичевания. Но самое главное, что все равно психологический эффект Ореола остается, и он над нами еще долго будет тяготеть. Потрясающая история. 20 лет прошло, и еще долго будет. Потому что лечить это раненое сознание историческое может только время. Чем больше мы начинаем как-то активно это лечить и хватать за грудки, скажем, некоторых украинских политиков, да вы что, ребята, как вы могли. Чем больше мы стараемся, тем больше они начинают что-то подозревать. Настораживаются. Да, я думаю, что нужно вести, в данном случае, спокойно, достойно и даже с некой чувствительностью повышенной вот к этому раненому сознанию. Хотя для него и нет объективных оснований зачастую. Но надо это великодушно, как и положено в веке нации, прощать. Вот мы должны всем все прощать. Ну вот это, да, это понятно. Я хотел вернуться к предыдущему вопросу по поводу манипуляции. Я не буду этот конкретно, так сказать, опрос обвинять в манипулятивности, так сказать, национальности. Ну, как вариант, такой вариант возможен же. Ну, я хотел сказать, что как вариант это возможно, потому что периодически это происходит. Вот сейчас буквально, так сказать, прошло пять лет с момента, так сказать, юго-осетинского конфликта. Да. И я предлагаю его вспомнить. Это что было, так сказать, просто наивные американцы не знали, что происходит. Это была информационная кампания глобального масштаба, где, так сказать, абсолютно были, менялись местами реальность происходящего. Когда обстреливали, так сказать, грузинские грады, говорили, что это российские, показывали и давали соответствующие комментарии. Это что такое было? Это была совершенно целенаправленная операция по формированию негативного имиджа России. И нам стоило огромных трудов доказать очевидное. Это удивительная была вещь. Вот и все. Поэтому, а что там опросы? До таких, так сказать, акций, их проводятся еще сотни и десятки. Хотя, говорю, про этот конкретный вопрос я ничего не могу сказать. Очень может быть, что он совершенно искренний. В принципе-то цифры там достаточно, мне кажется, такие, но адекватные. Но то, что существует реально спланированная, так сказать, компания, это совершенно точно. То есть, то, что существуют силы, которые заинтересованы в том, чтобы нас воспринимали в мире не очень хорошо. Я абсолютно в этом уверен. Это факт. Вот простейшая вещь. Да, вот пусть сейчас мы будем говорить о конспирологии, но простейшая вещь. Вот представьте себе простую ситуацию. Европа и Россия вдруг начинают жить душа в душу. Вот вдруг Европа понимает, что Россия больше никакой угрозы не несет. Что теперь можно строить, так сказать, сферу безопасности, так сказать, от Атлантического океана до Тихого океана. И вот вопрос. А куда же денутся, господа американцы? В этот момент значимость Америки для Европы упадет, рухнет в разы. И роль американцев в Евразии серьезно снизится. Ядерный зонтик не нужен. Вот и все. Ядерный зонтик не нужен. Ничего не нужно. Американцы этого ни за что в жизни не допустят. Что им нужно, чтобы не допустить? Им нужно постоянно воспроизводить ситуацию конфликта между Европой и Россией. Благо, есть восточноевропейские страны со своими историческими свежими обидами, из которых можно построить новый барьер, новый железный занавес. И это происходит. Это совершенно реальность. Должен все время существовать вот этот образ врага. И мы очень хорошо подходим именно на эту позицию. В этой части мира. В этой части мира подходим. Потому что для американцев не могут допустить снижение своей роли в этом стратегически важном регионе. Что вовсе не означает, что у нас все хорошо. Просто я к тому, что картину надо видеть комплексно. Что же касается извинений, в принципе, да, наверное, было за что извиняться. Но мне кажется, 20 лет уже достаточно. Уже за все попросили прощения, за все попросили извинения. Так чем больше мы извиняемся? Видите, что говорит Сергей Борисович. Чем больше мы извиняемся, тем больше нам не верят. Они настораживают и ждут от нас еще чего-то. Я уверен, что никаких извинений не будет достаточно. Никаких. Это уже момент, может быть, даже иррациональный. Иррациональный, так сказать. Потому что всегда будет поддерживаться мнение, что, так сказать, они плохие, варвары, разрушители и так далее, и так далее, и так далее. Это и до Советского Союза было. Что Советский Союз разве эту ситуацию судил? Ничего подобного. Такая ситуация была и до Советского Союза, так сказать, и задолго до всех этих событий. И я лично, честно говоря, простите меня за эмоциональность, но я лично думаю, что пока мы не утопимся в Ледовитом океане, они не успокоятся. И то скажут, что не так... Даже если утопимся, мне кажется, тоже не успокоятся. Они скажут, что мы не так утопились. Цивилизованный человек полез бы ногами вперед. А мы головой вниз кинулись. Ну, а я прошу прощения, чтобы это не звучало как в основном патриотизм. Конечно, это не означает, что не надо работать над имиджем. Конечно, это не означает, что у нас нет проблем. И иногда, да, мы, может быть, даже перегибаем, так сказать, где-то палку. Хотя, что касается постсоветских стран, так как я занимаюсь постсоветскими странами много лет и профессионально, слушайте, вот более хитро выделанных, так сказать, людей, которые там сидят, и которые прикрываются разными, там, извинениями, там, фантомными болями и лозунгами об имперской России, я вообще не видел. Для них это беспринципность, как принцип жизни для большинства из них, вот если честно. И способ существования, потому что они аргументируют именно... Вы виноваты, вы виноваты, вы виноваты, заплатите. Да, 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 совершенно верно. Они используют это еще для получения выгоды, вот эту возможность, конечно. Можно просто понимать. Ну, хорошо, вот такое вот. Ну, здесь только есть некая грань параноидальности, к которой не стоит переходить. То есть не надо изображать, что весь мир ополчился на нас несчастных и заждет нас и гибели, как собственного счастья. А Африка вообще не определилась. Это нас успокаивает, настраивает на оптимизм. Ну, смотрите, друзья, вот, Сергей, вот смотрите, может быть, вот нас обвиняют в том, что мы идем каким-то другим курсом. То есть мы говорим о себе, что мы европейская страна и так далее, и так далее. Но идем все время не в сторону Европы, а наоборот, как-то получается у нас в разрез Европы. У нас не приживаются какие-то европейские ценности. Мы категорически против, допустим, того, чтобы были узаконены однополые браки. У нас проблема с усыновлением зарубежным. У нас масса вот этих вот, собственно, вещей, которые там вызывают шквал критики. Может быть, в этом проблема? Ну, я не знаю, может быть, проблема и в этом, но здесь я, честно говоря, придерживаюсь достаточно жестких позиций. Да, я считаю, что у нас есть проблема с самоидентификацией. Мы лет 15 подряд говорили, что мы идем в Европу, мы идем в Европу. Но это, знаете, тоже, вот, чтобы у нас не было такого клипового сознания. Вообще, это беда российской элиты на протяжении многих веков. Она стучится в Европу, так сказать, а ей все время говорят, вы этому не соответствуете, тому не соответствуете, вы вообще, так сказать, страшные. Она и сама делает что-то не так, так сказать, да. Мне кажется, надо перестать, как бы, вот этот вечный стук в европейскую дверь, он бессмысленен. Надо понять, что, так сказать, Европа вот в полном объеме нас никогда не переварит, поэтому... Ну, так можем остаться в изоляции вообще, если мы перестанем стучаться в европейскую дверь. На восток мы тоже не идем, ничего. Роман, в изоляции мы никогда не были, это раз. И Россия, так или иначе, хотите или не хотите, она всегда жила вот этой, ну, модное слово, многовекторной политикой. Вот, почитайте любой учебник, так сказать, благожелательный к России, неблагожелательный, любую книгу, исторический труд, так было всегда. Мы, так сказать, были и там, и там, и сям, потому что наше географическое положение нас просто к этому обязывает. Да-да-да. А что касается... Наследники Византии, вот этот Римский Орел, Двулики Янус, Восток, Запад и так далее. Причем, я считаю, что ничего в этом страшного нет. А что касается того, что мы не соответствуем нынешним западным ценностям, слушайте, но, в конце концов, а почему весь мир должен им соответствовать? Я абсолютно не вижу ни одной причины для этого, потому что, вы знаете, в этом есть какой-то... Вы не видите, Сергей. Я не вижу. Я согласен. Вы не видите. Сергей Борисович, может быть, тоже не видит. Предположим, что и я не вижу, но они видят, понимаете. Но это их проблема. Они хотят, чтобы мы соответствовали. Пусть обратятся к психиатру. Пока не будем, они нас никуда не пускают, и будут работать только на ухудшение нашего имиджа. Нет, они не будут работать только на ухудшение имиджа, но везде, так сказать, где какие-то жизненные вещи, так сказать, они на самом деле пускают, они не могут нас не пускать. Я просто не вижу смысла в этом, знаете, расизме наоборот. У европейцев последние 20 лет, так сказать, серьезно изменилась мировоззренческая модель. Все, все бросаем и бежим, так сказать, до менять самих себя. Кто не смог измениться, того, так сказать, все, стреляем, к стенке ставим, в эти специальные перевоспитательные школы отправляем, чтобы он принимал однополые браки. Они так не живут, но они категорически не приемлют какую-то другую позицию, это же правда. Я считаю, что нам абсолютно не надо делать из их образа жизни конец истории. Они так живут, это их право. Возможно, это определенный этап развития их культуры. Почему мы все должны именно так жить, ради чего? Это вы у меня сейчас спрашиваете. Это надо у европейцев спросить. Но есть вещи, которые мы все-таки должны сделать. Нужно все-таки поднять флаги и повесить вывески. Вот это все-таки нужно. То есть нужно сделать внятный цивилизационный выбор. Хватит болтаться в прорубь. Ну вот вам цивилизационный выбор. Вот вам цивилизационный выбор. Россия как оплот традиционных человеческих, общечеловеческих ценностей. Очень хорошо. Россия это гарант мировой безопасности. Вот такой вариант. Пойдет нам? Нет, это правильные, в принципе, лозунги. Об этом мы и говорим. Но это все-таки не цивилизационный выбор. Я считаю, что нужно внятно сказать, что мы часть европейской христианской цивилизации. Да сказали уже 20 раз. Не сказали. Они говорят нет и все. Не сказали внятно, потому что постоянно говорят, что нет, мы все-таки особая цивилизация. Мы не можем быть особой цивилизацией и не в состоянии сформировать отдельный цивилизационный очаг. Такой шанс был у Российской империи. Она к этому шла. И вполне вероятно, она бы это сделала. Но, к сожалению, насильственно прервано было развитие Российской империи. Значит, сейчас у нынешней России шанса сформировать отдельный цивилизационный очаг нет. Поэтому надо внятно сказать, мы часть европейской христианской цивилизации. А евразийство присутствует у нас? Конечно, присутствует. Но в каком смысле? В смысле того, что мы продвигаем некоторые европейские ценности в сторону Азии. С Азией мы взаимодействуем. Интересно. Мы продвигаем европейские ценности в сторону Азии. Это интересно. С Азией мы взаимодействуем. Вот вы так их окончательно запутаете. Они вообще не поймут, что мы делаем. Это направление некое. Направление движения. Не азиатские в сторону Европы транслируем, а европейские в сторону Азии. С Азией у нас отношение договорного взаимодействия. С Европой у нас отношение интеграция без слияния. Интеграция без слияния и с изъятиями. Потому что есть вещи, с которыми мы не готовы интегрироваться. С однополыми браками, например, пресловутыми. Согласен. Которые раздуто, значение которых вообще раздуто до небес. Согласен. И еще целым рядом положений. Вот мы их изымаем из интеграционных процессов. Но все-таки с Европой интеграция. Мы часть европейской цивилизации. Вот внятно, таким образом, как я сейчас, никто никогда от имени России не высказывался. Это должен сказать президент? Это должен сказать президент. Это должен говорить политический класс. И это должно говорить наше экспертное сообщество. Обосновывая это в тех или иных вариантах и форматах. Сергей Борисович, мне кажется, это вот абсолютно очевидная история, про которую вы говорите. Что мы европейская держава и так далее. Что мы позиционируем себя именно как часть Европы, европейского христианского мира. Но неужели об этой очевидности должен заявить первое лицо государства? Что категорически... Сергей, там возможность объяснить свою позицию. Но только через буквально несколько минут мы сейчас уходим на рекламу. Еще раз добрый вечер. Это программа «Искусство возможного». Радио «Финам.ФМ». Частота 99,6. Меня зовут Роман Бубаян. И мы сегодня говорим об имидже России. Говорим на эту тему с нашими гостями, которые присутствуют в нашей студии. Это Сергей Михеев, политолог, генеральный директор Центра политической конъюнктуры. И Сергей Станкевич, политолог. Сергей, вы не согласны с этим? Да, слушаем вашу позицию. По крайней мере, с чем-то я не согласен. Ну, во-первых, я считаю, что мы достаточно долго все эти вещи заявляли. Ну, я не могу, конечно, всех высказываний наших президентов упомнить. Но и президенты, и эксперты, и всевозможные чиновники достаточно крупные довольно долго все это талдычили. То есть сказать, что мы часть Европы, мы идем в Европу, мы хотим в Европу. Я считаю, что Запад, на самом деле, поступил с постсоветской Россией как дешевый лавочник. Постсоветская Россия, уж вы-то ее, Сергей Михеевич, совершенно очень хорошо помните, так сказать, конца 80-х, начало 90-х. Она давала такой кредит доверия Западу. Да. Невероятный. Да, это правда. Который Запад не оправдал и на 10 процентов, понимаете? А что сделал Запад? Мы готовы были на все. Мы все сняли, все открыли, все двери. Совершенно верно. Мы все сдали с ними ни за что. Совершенно верно. Что же сделал Запад? Он просто прибрал к рукам все, что мы бросили, все, что плохо лежит, и сказал, нет, вы не такие, как мы. И все. Я считаю, что Запад потерял свой исторический шанс сделать Россию как раз частью Единой Европы, как раз интегрировать ее в то самое, так сказать, общее пространство и сделать Россию союзником. Почему? Не потерял, но отодвинул. Почему он это сделал? И продолжает это делать, Сергей Борисович? Это не надо. Когда мы говорим, что это только наша проблема, мы недостаточно прогнулись. Я с этим категорическим согласен, потому что мы сдали все, даже то, о чем они не мечтали, мы им отдали. Даже то, о чем они не думали, мы им отдали. Они поступили просто, как совершенно дешевые лавочники. Взяли, они как раз оказались неспособными к новой концепции мира. Неспособными. У них мозгов, так сказать, и души не хватило для того, чтобы понять, что мир теперь, по крайней мере, в Евразии, может быть устроен по-другому. У них начальники правят только по два срока, они не мыслят категориями. Это не наше дело. Сергей Борисович, по два срока они правят, по одному, по три, это неважно. Должна быть стратегическая линия государства. А в Америке, я уверен, что вы лучше меня знаете, что существует истеблишмент, который на самом деле по базовым направлениям вообще ничего не меняет практически. Тот ли президент, этот ли. Совершенно верно. То есть есть генеральная линия, и они следуют вне зависимости от того, какой человек сидит в Белом доме. И, например, нынешняя реакция антизападная, она более даже искренняя, чем в позднем Советском Союзе, например, антизападная, она совершенно естественна. Это разочарование, это несбывшиеся надежды. Это понимание простое, житейское понимание, то, что, так сказать, уважают только сильных, уважают тех, у кого есть своя собственная точка зрения, уважают тех, кто может защитить свои интересы. Вот и все. А от этого мы стали этим потихоньку худо-бедно вроде бы как пытаться заниматься, тут же получили негативную реакцию. У вас имперские, так сказать, какие-то комплексы, фантомные боли и прочее, прочее. Да у нас нет фантомных болей, мы просто выживаем в этом непростом мире. Вот и все. Что касается цивилизационного ядра, можем мы сформировать его, не можем мы сформировать его. Мы по факту, так сказать, фактически живем отдельно уже много-много веков. И до сих пор, вот сейчас захотели опять туда зайти, опять живем отдельно. Почему? Не потому, что, так сказать, вот мы неправильно постучались, да мы стучались, так сказать, всеми местами, какими можно. Но не берут они нас. А в том числе почему? Вот вы говорите, мы часть европейской христианской цивилизации. В прошлом нынешняя Европа сознательно отказывается от того, что она является христианской цивилизацией. Сознательно. А мы не отказываемся. Вот и все. А вот поэтому они нас и не любят. А вот они нас и не любят. А еще, вот посмотрите, друзья, история со Сноуденом. Значит, я просто вот перечисляю те вещи, которые были относительно недавно. История со Сноуденом. Мы возражали и предупреждали, что добро мне закончится, когда начались революции в Египте, в Тунисе. Мы говорили о том, что нельзя так себя вести по отношению к Ливии. Да, мы там при голосовании воздержались, но даже это не оценили. Даже сегодня они про это и не говорят, потому что наши тогда вот это вот результат голосования, да, и наши позиции по Ливии позволило совершенно решить им эту проблему так, как они и планировали. Но это никто не оценил. Мы возражаем сейчас... Заменить ужасного, но предсказуемого Каддафи на бесконечный кровавый хаос. Совершенно верно. Мы сейчас возражаем против того, как они себя ведут по отношению к Сирии. Постоянно как кость в горле у них. Может быть, поэтому и не любят. Ну а что же нам делать, елки-палки? Смотрите, ну мы, еще раз я говорю, ну мы слили все, что могли. Варшавского договора нету, из Европы мы ушли, Советский Союз развалили, армию там сократили, ядерный арсенал, так сказать, наполовину там урезали. Ну что еще делать-то? Что еще надо? Вот что надо еще сделать? А что касается Сирии буквально... Здесь какая-то норка такая, что вот действительно все просто так отдали. Откровенно говоря, ресурсов все это поддерживать не было. Ну, возможно, это так. Но тем не менее, мы решили проблему Запада. Проблема Запада XX века, главная проблема, это было противостояние Советским Союзом. Мы ее для них решили. Что там Ливия? Что там, так сказать, терак какой-то? Мы для них решили добровольно, решили эту проблему. Им на это, так сказать, да, как вот наплевать абсолютно. Что касается Сирии, да никогда в жизни мы не стали бы вступаться за эту Сирию, если бы не думали, что это дело может пойти дальше. Да, все говорят, что сегодня Сирия, завтра, собственно, Россия. Вы видели, по-моему, в репортаже в каком-то, я в информационном выпуске видел, значит, кадры такие из Сирии, там, с ошибками, на каком-то заборе, значит, написано баллончиком с краской «Сегодня Сирия, завтра Россия». Это ровно о том, о чем говорили наши политики, политологи на протяжении всего этого промежутка времени. Кто написал это? Ну, кстати, по поводу Сирии удивительный консенсус внутри России. По-моему, вообще, так сказать, никаких споров на эту тему нет, всем все понятно. Да, действительно, именно так Сирию нельзя сдавать вот этим международным бандитским группам. По объективным причинам жалко сирийский народ, но и в том числе потому, что следующие, действительно, эти банды потом будут перемещаться к нам, обогатившись поставленными туда оружием. Это как раз вопрос не для внутренних, а только для внешних дискуссий. Да, вот такой вот интересный момент. Я про него еще не говорил. То же самое исследование, с которого мы начали, они еще опрашивали население разных стран, как те относятся, собственно, к Соединенным Штатам. Знаете, интересная штука. Американцы, которые развязали одну войну за другой и в Европе, и на Ближнем Востоке, к ним там относятся лучше. Вы мне можете объяснить, что это за ерунда? Как такое может быть? Это американский опрос. Это то, с чем мы начинали. Вот в это я ни за что в жизни не поверю. Я верю в цифры по России, но я ни за что в жизни не поверю, что на Ближнем Востоке к американцам относятся лучше, чем к нам. Никогда в жизни не встречали такую историю, что вроде бы и человек злой, нехороший и обижает, а вы вроде бы и такой лояльный весь из себя никого не обижаете, а его любят больше, чем вас? Ну, я в это поверить не могу. Но есть некие объективные признаки. Вот вы вспомните жуткую реакцию на крушение двух башен-близнецов Америки. Панорама по всему арабскому миру. Вспомните, как они реагировали. Ну, где там обожание Америки? Какая симпатия, да, там. Да. А сейчас, например, вот эта ситуация с тем, что там не пускают президента Венесуэлы, или там какую-то делегацию, или там сажают самолет другого латиноамериканского президента. Ну, что хотя то и делают, они сильные, можно. Посмотрите на реакцию в латиноамериканских странах. Она, в общем, тоже достаточно однозначная. По крайней мере, вот эта боливерианская коалиция, она однозначно антиамериканские настроена. Ну, то есть это вопрос вот к исследователям. Согласен. Надо присматриваться, что там за этим стояло, конечно. Согласен. А как вы думаете, может быть вообще, как говорится, наплевать на все вот эти вот, собственно, результаты исследований, там, я не знаю, на их отношение к нам, еще на что-то, на какие-то их шаги, надо продолжать просто делать то, что в наших интересах, укреплять собственную армию. Разобравшись, что в наших интересах. Ну, разобравшись, да. Действовать вот там, я не знаю, вот в наших интересах, соблюдать наши собственные геополитические интересы везде, укреплять нашу армию, то есть стараться становиться сильнее с каждым днем, и тогда постепенно, постепенно они все вдруг раз и возьмут нас полюбят. Ну, по крайней мере, не надо сходить с ума по поводу этих опросов. Не драматизировать, да, не драматизировать. Понять, что для нас значимо. Все-таки восьмерка значимо, двадцатка значимо. Надо посмотреть, что можно сделать, чтобы по отдельным ключевым странам имидж все-таки поправить. Сергей Борисович, а вот вы мне скажите, а было когда-то в нашей истории такое время, чтобы к нам все относились хорошо? Не было и, скорее всего, не будет. Вообще никогда не было? И задачи такой не стоит ставить? Нет, конечно. А я не припомню такого. Сергей, а вы? Нет, ну это очевидно. Я говорю, ну это как бы, понимаете, вот нам тоже всем надо понимать, что, ну все это и понимают на самом деле, что мир, он не такой вот, не схематичный. Знаете, это можно вот там в интернете хлистаться какими-то глупыми фразами насчет того, так сказать, что вот так и сяк. Но мир, он не черно-белый, и он такие вот, такие примитивные схемы не укладываются никогда, невозможно нравиться всем. И я лично считаю, что это вообще подозрительно и вредно. Вот если есть кто-то, кто нравится вообще абсолютно всем, вот это вызывает подозрения, вы знаете. Вы помните, как Сталин это же говорил? Если вдруг похвалили тебя на Западе, если нас начинают хвалить на Западе, надо срочно менять направление деятельности, направление политики, потому что делаем что-то не то. Ну аж, по крайней мере, у меня лично всегда вызывало, так сказать, опасения, когда нас начинали схвалить такие люди, как там Бжезинский, например, скажем, или еще кто-то. Кто в своих книжках и работах просто в свое время откровенно говорил, что это Россия, так сказать, должна рухнуть, и это будет очень хорошо. И когда он вдруг начинает нас хвалить, так сказать, да. А он все-таки начинает нас хвалить? Когда? Не, ну тут было пара моментов, когда, так сказать, он... Когда? Вот буквально... Скупо, но похвалил. Год назад он похвалил, вот где-то года полтора тому назад что-то он там такое сказал, что вот типа Россия на правильном пути. Мне кажется, как раз это было в... Вот нужно было срочно менять направление, я же говорю. Вот как только он это сказал, нужно было разворачиваться. Вот шутки с шутками, но здесь одно есть обстоятельство все-таки. То есть мы некоторые, некоторые обязательные атрибуты мы у себя должны создать. Мы все-таки должны создать реальную конкурентную политическую систему. Чтобы было понятно, что надо не... Что мы... Вся страна не исполняет волю одного, двух, трех, двух десятков людей, да. Что есть кому апеллировать, что есть значимое общественное мнение, что есть разные политические партии. Что есть и те, кто считает... Кто выступает за ускоренное экономическое развитие ценой, может быть, некой социальной справедливости. Есть те, которые, наоборот, отстаивают социальную справедливость как первый приоритет. Что есть профсоюзы, которых у нас нет вообще. Прилетая в Центральную Европу, профсоюзы выходят на улицу, окружают здания правительства, требуют повышения минимальной заработной платы. И объявляют забастовку. Когда у нас в последний раз забастовка была? У нас есть в стране профсоюзы? У нас не знают об их существовании? У нас они вообще отсутствуют как таковые? Сергей Борисович, но на некоторых предприятиях это все-таки происходит? Незаметно. Но я помню, там, заводы по производству автомобилей. Я знаю даже на каком заводе. Да, да. На заводе Форда. На заводе Форда. Да, 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 слышно? Единственный работающий профсоюз в стране, это на сборочном заводе Форда под Ленинградом. Да, все в общем. Ну и так далее. То есть вот эти атрибуты, живые реальные профсоюзы, реальные идеологические партии, одна из которых там отставит один курс, другая другой, и они между собой публично и непритворно соревнуются на глазах у избирателей. Ну хорошо, Сергей Борисович. Вот эти вещи должны быть, тогда мы станем понятнее и ближе. Предположим, мы это сделали. И что? Тогда изменится отношение к нам. Оно не повернется полностью наоборот, но, несомненно, оно улучшится. Мы будем восприниматься не как элиенс, не как чужие. То есть вы все-таки оптимист. То есть вы считаете, что даже если мы утопимся в ледовитом океане, хотя бы поплачут, да? Сергей считает, что ни при каком раскладе абсолютно мы не сможем изменить их отношение к нам. Вот оно же делать не для них. Вот все, что я сказал, не надо, чтобы им понравиться. Это нам самим нужно. Нет, в принципе, в принципе, я, так сказать, не против независимых профсоюзов и, так сказать, идеологических партий. Что касается идеологических партий, просто с этим есть проблема, на самом деле. Потому что вот эта линейка из классического, так сказать, учебника политологии, знаете, правый, левый центр, она устарела. Она во всем мире устарела, так сказать, на самом деле она уже не отражает. Вот как в науке, так сказать, какой признак научности? Если ваш закон, он объективно, адекватно описывает действительность, да, вот многие эти вещи, они просто уже не ложатся в эту матрицу, но суть не в этом, конечно, там, я тоже за профсоюзы, за свободные, так сказать, которые могут там бороться и прочее, прочее, и тем не менее, я считаю, что все-таки первичным будет реал политикс, то есть, если мы даже с вами выстроим все институты, но если в итоге их деятельности курс страны будет все равно на отставе независимых интересов, все равно они будут плохо относиться. Конечно, если мы будем все равно конфликтовать с их интересами... Но козырей в дебатах у них будет гораздо меньше. Это точно. Вы думаете, да, они придумают еще что-нибудь? Они придумают точно, вот я чувствую, что сейчас, так сказать, может быть вызов ухмылки многих радиослушателей, но я просто по роду деятельности, у меня одна из моих проектов, там, институт Каспийского сотрудничества, я там бываю в Иране, вот, ну вот, я когда первый раз был, я приехал туда с предубеждением, честно скажу, я ожидал увидеть фанатичную страну, это страна, где реально существует политическая борьба. Это про какие годы мы говорим? Вот про эти годы, я был вот в этом году, так сказать, там был, да, где реально существует политическая борьба, где действительно существуют конкурентные выборы, но их все равно не принимают, потому что, так сказать, наплевать им на их выборы и на их политическую борьбу. Важно то, какой внешнеполитический курс в итоге ведет Иран, вот и все. Это правда, это правда. Но и иранцы, иранцы платят им ровно той же самой монетой. Но у них тотальное недоверие, там ситуация гораздо хуже, чем у нас, потому что там фанатичное, тотальное недоверие. И при этом, смотрите, а есть страны, где нет никакой демократии, и нет никаких институтов, и есть масса проблем, но Западу они нравятся. Ну, потому что они держат там на их территории свои военные базы, или же они покупают у них за хорошую цену, там, нефть, может быть, газ, а может быть, еще что-то. В итоге, то есть в итоге все равно управляет этими вещами все-таки RealPolitics. То есть если бы мы могли опираться на мнение обывателей, но до обывателей у нас нет средств достучаться, а элита все равно будет исходить из интересов, так сказать, да, а не из-за наличия или отсутствия институтов. Не согласен с тем, что до обывателей не можем достучаться. Слушайте, у любого государства, у любого, целая система всегда существует для того, чтобы улучшать или продвигать образ там своего государства за границей, за его пределами. Китай, там, центры Конфуция. Берем нашу страну, берем, я не говорю там про институты Франции, Англии и так далее. Берем нашу страну. У нас есть общество, российско-немецкая дружба, российско-французская дружба, у нас госструктура на секундочку есть. Вот Сергей Михеев сейчас махнул рукой. Сейчас он объяснит, почему он махнет рукой за рубежом. Не-не-не, вот, но у нас же есть это все. Десятки центров. Мы же финансируем это все. Почему тогда, почему тогда вы говорите, что мы не можем достучаться? Ну вот, во-первых, во-первых, все-таки общественное мнение на Западе формирует не общество российское какое-то там дружбы, а средство массовой информации. Прекрасно. Пускай общество российско-какой-то дружбы выходит на средства массовой информации, становится ньюсмейкерами. Проводят Дни российской культуры, приглашают замечательных артистов балета, оперы и так далее. И под это дело еще какую-нибудь выставку и какую-нибудь конференцию. Здесь все-таки, так сказать, что такая бетонная стена, начиная от политической манипуляции и заканчивая теми же самыми стереотипами. Пробить ее бывает крайне сложно. Вы привезете балет, так сказать, вам говорят русские, опять привезли балет, наверное, они хотят нас захватить. Вот, понимаете? То есть тут вопрос в том, как это интерпретировать. К сожалению, эффективной машины у нас пока нету, наверное, на стадии формирования. Но я вам больше скажу. Я считаю лично, может быть, я ошибаюсь, я считаю, что и у Советского Союза такой машины не было. Не было. Не было у Советского Союза при всех его суперресурсах не было машины влияния на общественное мнение в странах Запада. Как о коммунистические партии. Фигня все это. Вот коммунистические партии эти, они существовали для того, чтобы мы говорили, что существует коммунистическое движение. Возможно, я ошибаюсь, мне так кажется. И сейчас ее нет. Все-таки доминируют в инновационных процессах евроатлантические медиахолдинги. Они формируют картинку, которую мы кушаем. Вот сейчас пытаются пробить эти вещи, например, те же китайцы. Они там наплодили 20 каналов на всех языках. В том числе недавно открылся CCTV на русском языке. Я вам по секрету скажу, я проводил мастер-классы для журналистов русской службы CCTV. Да, вот они пытаются что-то сделать. Огромное число студентов сидит в аудитории, все по-русски разговаривают, как мы с вами. Они пытаются что-то сделать. Интересная штука. И тем не менее, даже несмотря на их усилия, все равно евроатлантические медиахолдинги, в первую очередь, американские, формируют глобальное общественное мнение. И мы с вами узнаем о событиях не из первоисточника, а интерпретируя картинку, которую получили CNN, BBC. Все, что касается культуры, дорогие друзья, все, что касается восприятий нациями друг друга и культурной интеграции, это все политика длинных трендов. Не надо ожидать быстрой отдачи. Вот мы сегодня создали какой-то там центр где-то, пригласили студентов, и завтра что-то увидели, как завтра что-то меняется. Правильно дело Китай, что все равно работает, не ожидая быстрых результатов. У нас есть вот эти самые... Китайцы никогда и не ждут быстрых результатов. Как говорил мне китайский философ, один из ведущих, с которым я беседовал, наша цивилизация развивается шагом в тысячу лет. Да, это правильно. Все, что происходит у вас в Европе, это эпизод в нашей истории. И еще надо посмотреть, насколько важный эпизод. Да-да-да. Это была такая шутка, но многозначительная шутка. Мы перед тем, как, значит, выехать в Пекин для проведения вот этих вот мастер-классов, попросили их, чтобы они там сняли аудиторию. Ну и попросили, чтобы она была небольшой. Мы приехали, полторы тысячи посадочных мест. Ребят, мы же говорили небольшой. Это небольшая аудитория. Это небольшая аудитория. Ну да, с точки зрения Китая, да. Вы знаете, я вспомнил такой период нашей истории, когда мы очень нравились на Западе. Это когда у нас у власти был Михаил Сергеевич Горбачев, у нас была перестройка, страна, там, некоторые регионы воевали друг с другом, некоторые там еле-еле сводили концы с концами. И при этом мы говорили там о том, что мы просто всеми колоннами своими движемся на Запад, открыли вот все, что могли открыть, и вот тогда мы им нравились. Но тогда нам было плохо от той политики, которую мы проводили. Вот такой интересный вывод, да, что, получается, нравится мы будем им только в том случае, если начнем двигаться в сторону Ледовитого океана, чтобы утопиться, да. Мне кажется, что, конечно, государство должно активнее работать для того, чтобы продвигать образ России, чтобы изменить имидж страны непосредственно за рубежом. Для этого у нас есть и Russia Today, у нас есть и радиостанции, которые вещают. Нужно работать активнее. Дома российской, там, какой-то дружбы, там, аргентинской, чилийской, немецкой и так далее. Это все нужно делать. При этом, при этом, например, да, вот вы вспомнили Иран. Я помню, когда мне в Министерстве информации Ирана один чиновник, значит, сказал следующее в Тегеране. Он говорит, поезжайте, посмотрите на русское кладбище. Мы, говорит, не можем достучаться до российского МИДа, чтобы привели это кладбище в порядок. Сейчас его отремонтировали, слава богу. Навели там порядок. Но после того, как иранцы стали угрожать, что они просто снесут все могилы и разобьют там скверик. Это один из жилых районов Тегерана. Это тоже сказывается на авторитете и на имидже государства. Та же самая история у нас была практически в любой стране мира. Приезжаешь в Сербию, было то же самое. Приезжаешь во Францию, в Грецию, да куда угодно. В Аргентину приезжаешь. Ровно то же самое. Что я хочу сказать. Что государство, конечно, должно работать в этом направлении системно. Не только государство. Ну и мы. Ну и мы, да. Я понимаю. И гражданское общество. Да все. Должна работать система. Это все есть система. Пока этого не произойдет, отношение к нам не изменится. Но, с другой стороны, если они нас не любят, ну это их проблема, в конце концов. Нужно действовать таким образом, чтобы кругом и везде в приоритете были наши собственные интересы. Спасибо всем. Это была программа «Искусство возможного». Встретимся с вами через неделю.